Самураи маршируют по улице Москвы. Российской столицы впервые прошел фестиваль японской истории и культуры Дзидай Мацури. Главные герои воспитанники Московской школы восточных единоборств. Их мастерство оценивал гуру самурайского боевого искусства, который специально приехал на праздник из страны восходящего солнца. Репортаж Марата Садикова. Протяжный гудок военного горна и звук барабанов. Значит, войско возвращается из дальнего похода. Именно так четыре столетия назад плотной колонной по узким горным тропам шли японские самураи. Правда, теперь вместо гравия под ногами асфальт московских улиц. А шествия не что иное, как Дзидай Мацури фестиваль эпох, который посвящен истории Японии. Мы самураи младшие, а не старшие. Там подразделение идет на самураи и мы и так. Мы и так знаменосцы. Мы помощники. Второй этап праздника показательное выступление, где участники демонстрируют свои навыки владения каратэ. Точно от работы на удары чагадзуки и маягири способны лишить противника чувств. Под аплодисменты восторженных зрителей разлетались деревянные доски и разбивались каменные блоки. А уровень мастерства каждого из спортсменов настолько высок, что получить ушиб при тренировке возможно только постановочно. Мужчина в зеленом кимоно, аккуратно поправляющий ленты, легендарный сенсей Шимадзу Кензи, патриарх школы самурайского дзюдзицу, который специально приехал в Москву, чтобы принять участие в празднике. Это очень приятно, что мне удалось присутствовать на фестивале. Очень приятно, что это первый такой фестиваль, который прошел в Москве. И что интерес к японской культуре так сильно развит среди россиян. И что немаловажно, среди детей. Кроме драгоценного опыта, сенсей привез в столицу и предметы своей личной коллекции, которые теперь хранятся в одной из школ боевых искусств. Доспехи самураев, посуда, свитки, произведения японской живописи и каллиграфии. Многим экспонатам несколько веков. Экспозиция будет дополняться. Здесь будут проводить экскурсии и тематические лекции. Сама выставка рамками фестиваля не ограничится и будет доступна до конца сентября. Марат Сальдиков, Егор Вожлецов и Олег Солонович. Вести. Москва.